Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, шалам алейхам! На этой неделе читается глава, которая называется Ноах, или Ноих, как это звучит по-русски. Это глава, которая нам рассказывает историю Ноя, и начало её в шестой главе книги Бытие, девятый стих, и окончание, одиннадцатая глава книги Бытие. Здесь есть несколько больших отрывков. Прежде всего мы видим историю потопа, как Ковчег строился, как Ноя вместе со всеми остальными вошёл в него. Дальше мы видим историю того, как Бог заключил завет с Ноем, положив радугу в знак Союза. Дальше мы видим с вами историю потомков Ноя, как они жили после потопа, возведение Вавилонской башни и результат того, что произошло. И в конце есть перечисление десяти поколений от Ноха до Авраама. Собственно говоря, мы должны понимать, что от Адама до Ноха тоже десять поколений. Таким образом получается, что Ноха жил как бы посередине между Адамом и Авраамом. Итак, что мы знаем о Ное? Во-первых, мы знаем о Ное, то, что у нас записано в шестой главе, девятым стихом написано так. Вот потомство Ноха, праведник Нох был, беспорочен в своём поколении, Нох ходил перед Богом. Тут есть три основные характеристики. Прежде всего мы с вами видим, что он был праведник. В еврейском языке здесь используется слово цадик, и это слово имеет два основных значения глобально на страницах Священного Писания. Первое – это цадик, праведник, который поступает по закону, я имею в виду закон Торы, и для него естественно исполнение этого закона, то есть это желание его сердца, это стремление его. И второе значение – это человек, который оправдан по закону, то есть признан Торой невиновным. Я не буду углубляться, эти термины очень часто встречаются в моих уроках. Второй момент, о котором мы здесь с вами читаем в этом же стихе, написано, что Нох был беспорочен. И опять мы находим, что в еврейском языке используется слово тамим. Тамим – это слово, которое может переводиться как и беспорочный, но в принципе оно имеет гораздо более широкий спектр значения. Например, мы читаем, когда с вами заповедь о красной корове, которую приносили в жертву для очищения, мы видим, что там тоже используют это слово. Оно означает, что корова должна быть абсолютно красная, то есть без всяких. Наши раввины говорят, что если на корове находили хотя бы два волоска другого цвета, то она уже была забракована. То есть это слово может означать абсолютный, то есть абсолютная праведность Ноя. Именно поэтому мы с вами читаем в этом же стихе, что Но ходил перед Богом. То есть его хождение в этом мире, его жизнь в этом мире была ориентирована на Бога. Он знал, кто такой Бог, он стремился делать так, как Богу угодно. При этом интересно, что Рамбом пишет такие слова, комментируя этот текст, что согласно Пшату, а Пшат – это простое буквальное понимание любого текста библейского, так вот, по-моему, согласно Пшату, это означает, что Но был единственным праведником в тех поколений. Это означает, что нет в этом поколении никого другого, достойного, чтобы спасти его. Интересно, что подобные толкования не появляются просто так, и дело не только в том, что Писание называет его праведником. В 6 главе, 13 стихом записаны такие слова. «Сказал Бог Ноху, пришел предо мною конец всему живому, ибо они наполнили землю разбоем. Я уничтожу их вместе с землей». В русском переводе переведено, используется слово «разбой». В принципе, слово, которое здесь стоит в еврейском языке, это слово «хамас». Оно может означать «разбой», но и зло, и грех, и, в общем, все самое страшное и черное, что только есть, и злое, что только есть на страницах Священного Писания, это слово объединяет. Но я хотел бы дать такую еще одну окраску, деталь. Как-то очень-очень давно я прочитал притчу, которая рассказывала о тех временах, и там была выражена такая идея, что люди, которые жили в то время перед потопом, они совершали злодеяния, которые были не потому, что человек согрешил, поддавшись искушению или еще что-нибудь в этом роде, а грех совершался потому, что люди знали, что Бог ненавидит грех, и дабы досадить Богу, они совершали этот грех. И несмотря на то, что ничего подобного на страницах Священного Писания мы не находим, эта притча как нельзя лучше характеризует именно вот это слово «хамас», которое означает абсолютное зло, которое совершали люди. И естественно, конечно, будучи праведником, но и живя в этом положении, живя среди этих людей, он очень сильно мучился. И поэтому, на мой взгляд, вот это толкование, которое дает Рамбам, что он был единственным, не только Рамбам, многие мудрецы так говорят, когда комментируют эту недельную главу, они вполне понятны. Тем более, что мы должны учитывать, что несмотря на то, что у людей, живших тогда было аж 120 лет, пока Ной строил свой ковчег, который, когда он говорил, его спрашивали в Талмуде, есть очень много интересных примеров, которые подчеркивают, как люди относились к Ноху, когда он строил ковчег, как они над ним смеялись, когда он говорил, что вы делаете зло, как они над ним издевались и не принимали его обличение. И, с одной стороны, это показывает нам, что действительно Нох был, видимо, единственный, кого интересовало мнение Бога или воля Божия, если быть более точным. С другой стороны, мы понимаем, что действительно, будучи праведником по своей природе, он мучился от того, что люди совершают подобные злодеяния. Еще один момент, на котором я хотел бы обратить ваше внимание, это завет, который Бог заключил с Нохом. У меня есть урок, посвященный заповедям сыновья Ноя, их ровно семь, согласно иудаизму. Это запрет служить идолам, запрет проклинать имя Всевышнего, запрет проливать кровь или убивать, запрет разврата, запрет воровства и грабежа. Заповедь организовывать суды, которые будут за все это судить и запрет на употребление в пищу живого мяса. Я не буду говорить об этом подробно, откройте просто мой урок, я дам ссылочку в описании и посмотрите. Но здесь, если мы с вами читаем, это может быть не так отчетливо видно на страницах ТОРа, но вместе с тем вот такие идеи, как то, что нельзя убивать, то, что нельзя есть мясо от живого животного, я подчеркну. Мы с вами знаем, что если до потопа люди вообще не ели мясо, то после потопа и стало возможно. На самом деле я хотел сакцентировать сегодня внимание не столько на том, что было именно заповедано, сколько на том факте, что это сам по себе завет. Завет – это договор. Посмотрите мои уроки по поводу завета, вы это поймете. И я как-то столкнулся с идеей, что появление нового завета или нового договора отменяет действие предыдущего. Некоторые комментаторы говорят о том, что когда Ешо заключил завет с человечеством посредством своей крови, то предыдущие договоры или обязательства его были отменены. Но ничего подобного мы с вами здесь не видим. Мы видим, что это первый завет, первый договор. Как мы с вами знаем, Бог обещает, что больше не будет уничтожать землю водой. Он говорит, что радуга будет знамением этого завета. И это не изменилось до сегодняшнего дня. Если появление новых заветов после завета с Ноем был завет с Авраамом, например, если бы появление нового завета отменяло предыдущий, то тогда можно было бы сказать, что все, Бог не обязан, Он может легко взять и уничтожить землю водой. Зачем радуга тогда на небе? К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что появление нового завета, на мой взгляд, абсолютно не отменяет предыдущий. Другой вопрос, что нужно внимательно разбираться, а что это, собственно говоря, значит, чему и посвящены мои уроки, в основном по завету и обетованиям, которые Бог дал Аврааму. Я призываю вас их посмотреть. Опять-таки в описании я дам ссылку. Итак, мы с вами встречаем здесь историю, как Бог заключил с Ноем завет. Этот завет был безусловный, то есть когда Бог заключал с ним этот завет, Он не ставил перед Ноем никаких условий. Он просто сказал, что так и будет. И слава нашему Богу за то, что любое сказанное Его слово неизменно во все времена. Да будет Он прославлен. И я благословляю вас, бащем еще, мащеях. Аминь.